Прошли отбор, представили свои наработки и привезли награды. Четыре ульянские школьника победили в общероссийском конкурсе «Большая перемена». Участники представили проекты по заданным направлениям. Основная тематика – волонтерство. Такие направления, как «Помни», и мы понимаем, здесь может быть волонтерство «Победы», направление «Твори», и здесь могут быть волонтеры культуры, направление «Меняем мир», создаем новое. То есть мы понимаем, что основная задача – это творчество, фантазия, идея, но, как правило, они на безвозмездной основе. Трое наших победителей получили по сертификату на 200 тысяч рублей. Еще одна финалистка привезла миллион. Юной миллионершей оказалась ученицем Ринской гимназии Камиля Алмакаева. Одиннадцатиклассница блестяще справилась со всеми испытаниями конкурса. Первые два этапа все конкурсанты проходили дистанционно. Третий этап состоялся в Нижнем Новгороде и был посвящен социальному бизнесу. Прошедший третий творческо-интеллектуальный квест отправились в Артек. Мы за один день полностью с нуля создавали проект, бизнес, который потом оценивали ведущие бизнесмены России. А в Артеке нам была предоставлена возможность попробовать себя в роли инженеров, мечтателей, возможно. Мы создавали школу будущего, какую мы ее видим. Анна Лауру из Мариинской гимназии также оказалась в числе победителей. Ее проект на тему волонтерства будущего оценили по достоинству. Выигранные деньги Анна планирует вложить в саморазвитие. Это прежде всего образование на посещение, возможно, каких-то курсов, на покупку необходимого оборудования, например, ноутбука. Стоит отметить, что на конкурс поступило более миллиона заявок. Так как отбор был строгим, в большую перемену прошли 1200 школьников со всей страны. Руководители федерального Минобра планируют проводить этот конкурс ежегодно. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ. Новости Управды ТВ. Продолжение следует...